Доброе утро, дорогие друзья! Вчера мы остановились ночью на бизнесе. И вечером мне пишет, Наталья, про бизнес не догоняем. Ну ладно, не догоняете, значит расскажу детскую сказку. Правда, уже не на ночь, а утром, но все равно сказку-то расскажу. Жила-была маленькая девочка. Жила она в Советском Союзе. Тогда были деревянные игрушки, мишки, куклы и все такое, что полагается девочкам. И тут приезжает ее отец из дальнего заморского путешествия. И привозит радиоуправляемую машинку. И эта машинка катается такая, вся на сигналах направо, налево ездит. Это еще 80-й год, где-то тогда в Советском Союзе луноходы-то на веревке эти вот появились в 87-м году. А тогда даже о луноходах еще не мечтали. А тут радиоуправляемая машинка вся переливается. Вот современный вариант. И эта девочка смотрела, открыв рот, и у нее было... И тут оказывается, что эту машинку дарят не ей. Эта машинка предназначается двоюродному брату. Мальчику. А у этой девочки в подсознании была уже травма с момента рождения, которая говорила, в подсознании уже была травма, там такая энергия скопилась, которая говорила, что ждали там мальчика. Родилась девочка, надо всему миру доказать, что девочка, она же круче мальчика. И вот на эту травму накладывается машинка. И девочка живет с этой машинкой, все, она забывает. Уже эта машинка давно-давно стерлась из памяти. Девочка выросла. Но ее жизнь так складывается, что она очень много лет отдает автобизнесу, работает. Она отработала вплоть до того, что запустила предприятие, где продаваться должны были вот эти вот машинки, настоящие, красивые, до тех пор, пока она не доперла, пока она не доперла, что чем-то она занимается в жизни не тем. Суть байки такова. Вот эта вот ресурсная травма может сформировать всю жизнь человека, когда он занимается не своим делом. И ему кажется, что он прется от него. И ему кажется, ему кажется, ему кажется. Но самое интересное, что выросшие дети этой девочки точно так же, питаясь этой ресурсной травмой, начали заниматься автомобилями, участвовать в гонках. И дошло до того, что один ее ребенок разобрал машинку в гараже, настоящую, спортивную. Говорит, я сделаю супер классную машину, она будет вообще тачка-тачка. И чем-то эта машинка напоминала этой вот девочке, ту старую радиоуправляемую, которую ей не подарили. И вот в один прекрасный момент случилось так, что эта девочка начала догонять про вот эти ресурсные травмы. И взяла и выпустила эту травму. Просто ее спустила. Вот это исчезло из ее жизни. Автобизнеса нет. Но самое интересное, что вот эта вот машинка уже второй год стоит в гараже разобранная. И на нее нет ресурса, потому что и этот ресурс спустился. Это настоящая история из жизни про меня. Представляете, господа, что мы можем вытворять из ресурсных травм. За неподаренную машинку можно построить и запустить целый автосалон. Только для того и разобрать гоночную машинку уже в следующем поколении. Только для того, чтобы вот этот ресурс каким-то образом из-под сознания утилизировался. А теперь смотрите, наши бизнесмены, господа, вот их подсознание. Там есть ресурсные травмы. Из ресурсной травмы бизнесмену неинтересно продавать там что-то, торговать и так далее. Он вообще художник. Он хочет картины писать. Но он считает, что на картинах он много не заработает. И он начинает торговать. На торговлю он берет энергию из ресурсной травмы. Делает там какую-то лавочку, торгует. Потом эта лавочка вырастает в строительный магазин. Такой захолустный. И вот в какой-то момент вдруг ни с того ни с сего начинает его накрывать. Появляются другие гипермаркеты, большие. И его бизнес вроде рушится. Человеку хочется сесть на бутылку. Потому что все в жизни уже плохо. А вот это вот было по предназначению. Вот это бы финансировалось из интереса. Скажите, пожалуйста, где финансирование было бы больше? Вот здесь или вот здесь? Но ведь мы строим свою жизнь вот здесь. А вот здесь то, что шло из интереса, часто упускаем. Почему? Потому что мы оцениваем нашу жизнь через доллары. Через шпалы, через деньги. Мы идем зарабатывать. Все тренинги говорят, мы научим вас зарабатывать деньги, привлекать деньги, работать с деньгами. Все на деньги поставлено, господа. Все на шпалы поставлено. Где подмены? Я пока раскачиваю реальными жизненными историями. Но есть у нас интересные бизнесмены, да? У бизнесмена в подсознании точно так же была травма, которая заставила его сформировать кучу разных бизнесов. У него целая империя бизнесов. И в этих бизнесах у него было то, что у него финансировалось из интереса. Он допер до того, что можно часть сделать из интереса, а часть делать из травмы. И у него двойное финансирование. И представляете, в какой-то момент человек доходит до того, что понимает, так, господа, вот это я отдаю в управление, а вот это вот оставляю себе. И прется. Знаете, таких людей? Не только в Беларуси. Много, да? Это уже другая схема. Но самая большая проблема сегодня у многих бизнесменов, вот эту вот часть отыскать. А где же интерес? А его-то нету. Интерес зарабатывать деньги. И мне говорят, когда говорят про мотивацию, ведь самый большой в жизни у человека интерес – это деньги. Господа, не лгите сами себе. Нету интереса – деньги. Деньги – это всего лишь средство. Средство не может быть интересом. Не обманывайте себя. Давайте все-таки разбираться в себе внутри и находить, что же все-таки интересно. Так что нам надо сделать для того, чтобы найти, что же человеку интересно. Давайте заглянем глубже в айсберг подсознания. Вот айсберг подсознания. И там много-много вот этих вот ресурсных травм. Они каждая на своей частоте. Поэтому в зависимости от того, какая травма будет подниматься, у этой такая частота, у этой такая, у этой такая, у этой вот такая частота. Ну и точно так же здесь. Разные травмы с разными частотами. И они тут идут. У каждого свое обозначение. Но их здесь очень много. А душа, она где-то тут. И вот получается, для того, чтобы душе участвовать в создании картины мира, ей надо пройти и очистить вот такую вот дорожку. Да, если по прямой. А душа, блин, она никак не может, там видно, не видно, вот душа, она внизу. А душа, она не может как-то простучаться через эту дорожку. И как найти? И вы знаете, когда вот до меня начала доходить, вот вся вот эта вот штука, мы начали экспериментировать. И все лето тренировались на то, чтобы устраивать такую штуку. Запускать вот такой вот поток энергии. И здесь, как правило, лежит последняя травма, ресурсный прокол. И выход на прямой контакт с душой. То есть мы берем в подсознании, запускаем вот такой вихрь. Вихрь многоуровневый и очень высокочастотный. И высокой частотой мы просто очень большое количество ресурсных травм сгребаем в одну кучу и выводим. И когда устанавливается вот эта вот связь, когда пошел коннекс с душой, мы все это направляем, всю энергию в картину мира человека. Вот на этом энергетическом потоке, это невероятный поток, это то, что мы в круге делаем. Вот на этом вот энергетическом потоке у человека запускается процесс осознавания. Не просто импульсы такие одноразовые, а просто до глубины души пробивает у человека, у него получается душа оголена. Он встречается впервые лицом к лицу со своей душой. Душа оголена. И он ее слышит. Он ее слышит. И дальше честный разговор в течение недели самим с собой, что же ему интересно. И дальше убрать все сомнения, все, что у него всплывает. Не могу, нет средств, не получится, еще так далее. То есть у нас же вот эти вот травмы, вот эти мы кругом выкачаем, да, а новые-то будут подпирать. Подсознание-то много всего этого. Новые начнут наворачиваться за неделю. Вот за эту неделю надо разбрасывать их. Но вот во время этого коннекта человек уже находит, что ему интересно, и начинает творить. И вы знаете, когда я смотрю, я не называю имена тех людей, и достаточно известных людей, с кем я лично работала. Или кто приходил на семинары и тренинги ко мне. Но когда я вижу их успехи в жизни, меня это впечатляет. Вот теперь смотрите. Если вот так можно отработать любого человека, да, абсолютно любого человека, он услышал свою душу, услышал свой интерес и так далее. Теперь смотрите. У человека есть бизнес. Там работает энное количество персонала, да. И у этого человека, предположим, этот бизнес даже был сформирован из травмы, да, из какой-то ресурсной. Вот это руководитель. Вот если отработать руководителя, да, отработать руководителя бизнеса, и он понимает, что его бизнес, например, сформирован из травмы, и источника финансирования у него другого нету, вот кроме как из-за вот этого ресурса, да, но он же может параллельно открыть в себе дополнительный интерес и на заработанное средство финансировать этот бизнес. Но он может использовать, найти персонал, у которого это есть интерес. И за счет их ресурса укрепить свой бизнес. То есть они могут работать из травмы или из интереса. Те, кто из травмы, тех убираем, а те, кто из интереса, оставляем. И это прямые потоки, потоки, они не ограничены в объеме. Это бесконечный, это океан энергии. И вот этот океан можно вливать либо через персонал, либо через руководителя, через его то, что ему интересно, и он через призму интереса вливает потом в бизнес. Представляете? Но это всего лишь качественная отработка людей. Вот эту штуку я называла бы консалтингом, да? Но у нас в обществе немножко к консалтингу другое отношение, потому что у нас очень много подмен, но очень многие вещи соответствуют работник, не соответствуют, бухает, не бухает, какое у него образование и так далее. А на то, что у него прошито внутри, на самом деле, никто не смотрит. Почему не смотрит? Потому что не умеет смотреть. А взять и посмотреть человека вот через инфодайвинг вообще ничего не стоит. То есть один инфодайвер ныряет, рассказывает, что у него прошито по программному обеспечению, какие у него драйвера стоят. Это то же самое, что зашел в компьютер, посмотрел, что у него внутри установлено, да? И под его драйвера находим интерес, отрабатываем и смотрим у кого есть интерес и интерес совпадает с бизнесом работаем нет отправляем туда где он будет реализовываться и таким образом подбор персонала и выравнивание директора приводит к чему это бизнес общение на уровне душ что нам дает общение на уровне душ когда наши души встречаются скажите пожалуйста что происходит когда наши души встречаются ну первоначально слезы сопли до при открытости потому что у нас возникают очень высокочастотное состояние внутри это любовь это бог скажите пожалуйста это вот эти божественные откровения это это поток энергии это озарение вот теперь смотрите если в команде вот это все есть скажите пожалуйста технические решения как приходят к людям вау раз-два-три и придумали финансовые решения как приходит к людям вау раз-два-три и придумали скажите пожалуйста нужны ли тогда авторские права сейчас буду херячить то что у нас в обществе вообще лажовые а зачем они это равносильно что положить бревна вот мне говорят наталья почему ты не запатентуешь там бренд почему ты там не забрендируешь почему ты не сделаешь зачем мне бревна в океан ложить вот я накидаю этих бревен и толку зачем чтобы кто-то от них спотыкался вы видели что тесла сделала до молодцы ребята чем меньше бревен в вашем океане тем глубже и дальше безопаснее вам плыть потому что на самом деле а когда ты находишься в информационном поле вот как я все ролики все я записываю с потока до села подумала о чем буду говорить а дальше вот поток идет я вам его произношу дело в том что там безграничный океан энергии там важно научиться переходить со слоя информации на слой вот я по третьему плаваю его разворачиваю абсолютно легко сейчас да я пойду на четвертый мне сначала будут там какие-то возможно в процессе потом я точно также разверну и 4 5 и это бесконечное и будет не инфодайвинг а что-то другое потом 3 4 бесконечный объем информации бесконечный объем изварений бесконечный ресурс в том числе энергетически и для физического тела когда 18 часов работы в день просто доставляют удовольствие не считаются работой господа просто это жизнь потому что это на интересе потому что интерес питает не травма а интерес представляете вот просто в бизнесе заменить источник финансирование картины мира с травмы на интерес представляете какой это взрыв какой-то взрыв и сколько это бонусов от бога и от души потому что реально сегодня вот все что касается души это out это out в нашем обществе и и ну вот смотришь на человека и трэш такой думаешь но слушаешь но уже элементарно уже тебя просто по стенке размазала просто услышь ее хотя бы на одно мгновение и человек закрывает уши затыкает нос закрывает глаза ничего не вижу ничего не слышу в скафандре да вот и продолжает жить и потом страдает болеет мучается в раннем возрасте идет на инкарнацию зачем это тело это тело может служить долго это тело может служить долго играйте на здоровье на здоровье главное с интересом интересно вот я зависла и думаю а готовы ли вас принимать информацию на следующий уровень до на следующий уровень с тем же самым бизнесом готовы ли люди углубиться вот в этот переход ведь для того чтобы совершить вот этот переход из травмы в интерес надо оголить душу это страшно а вдруг кто-то увидит вашу душу голый а вдруг кто-то увидит и причинит вам боль а а вдруг кто-то захочет туда плюнуть у нас же в обществе это нормально и человека всегда вот этот вот страх общественный наш останавливает а знаете когда плюют в душу когда вы плюете а знаете когда причиняет боль когда вы причиняете боль и понимаете и вот здесь вот вот это вот страшно это страшно взглянуть себе в глаза в свое зеркало помните я давала практику зеркалом бомбическая практика суфийская между прочим и вот самое страшное человеку бизнесмену особенно бизнесмену если он такой крутой крутой посмотреть себе в глаза и сказать подожди я сам себе придумал свою крутость но я также божественен как и все остальные и мне точно также надо прийти в синхрон с самим собой как и у всех остальных для этого надо всего лишь полюбить себя принять себя оценить себя найти себя уважать себя ценить себя заботиться о себе, принимать себе. Позволять себе. И поехали, и поехали, и поехали. И так до слез. Пока не пробьет до души. И очень часто душа через слезы очищает. Вот все вот эти вот наносные ресурсные травмы, которые разделяют нас настоящих от этих субличностей, которые встречаешь в виде масок. Я такая красивая мать, я такая добрая, я такая заботливая, я такая, я такая. А на самом деле пустышка, потому что, потому что вот за всеми этими ложными наворотами души-то и не видно. Одна пустота. Подумайте, господа. И потом мы вглубимся в следующий уголь.